А. Армия. Е. Единение российского народа. Я. Россия. Такого типа брошюры будущей азбуки для школьников России раздали на Дальнем Востоке страны. Всем привет, это Long Talk и с вами Филипп Церетели. И сегодня мы поговорим о том, что же происходит в России с образованием. Поехали. За последние полтора года войны в Украине образование в России претерпело ряд изменений. Одним из наиболее глобальных и ярких было появление в школах с начальных и вплоть до 11 классов предмета под названием «Разговоры о важном». Официально его целью является укрепление традиционных российских ценностей и воспитание патриотизма среди школьников. Однако, как ранее заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов, рассказывая о новом предмете, цитата «Мы все вопросы, цели, задачи, специальные военные операции, поставленные президентом на каждом уроке, на каждой ступени для каждого обучающегося проговорим». Предмет уже включен в школьную программу с сентября 2022 года, а вот недавним проектом, который планируют постепенно интегрировать российское образование, стала так называемая «Азбука о важном» реализующейся некоммерческой организации Фондом развития социальных инициатив, который патронирует аппарату, полномоченную по Дальневосточному федеральному округу. На странице с буквой «А» в брошюре школьникам предлагают прочитать стих про армию. «Ах, как здорово быть русским, армию свою любить, а она нас защищает, сон и жизнь оберегает». На странице с буквой «Г» предлагается ассоциация со словом «Герой». И стих «Каждый воин, он герой, он идет сегодня в бой за свободу, за Россию, пусть Господь придаст нам силу». На странице с буквой «Р» цитата про Родину. «Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя». Авторы проекта на своем сайте объясняют идею азбуки так. «Азбука о важном» — это не просто слова, это общественный проект, который поможет вновь задуматься над очень важными вопросами, которые мы все слышали с детства. С чего начинается Родина. Новую азбуку уже начали опробировать на уроках тех самых разговоров о важном в Дальневосточном округе, а потом проект планируют масштабировать по всем регионам России. Подобные изменения происходят на всех ступенях образования. Как сообщает издание «Медуза», еще 4 марта 2022 года Союз ректоров России выпустил обращение с призывом цитата «поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни выстраданное, но необходимое решение». Как сообщает издание «Примерно в то же время», в ВУЗы поступило предложение от Министерства образования РФ провести для студентов лекции о борьбе с фейками и лекции по истории России. Такой степени военизации, патриотизации системы образования не было со времен СССР. И с учетом постоянной разработки все более новых программ ситуация лишь усугубляется. Поэтому продолжаем следить за развитием ситуации, а наш выпуск уже подошел к концу. С вами был Филипс Ротели и программа «Лонгток». Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok